Я бы то, наверное, первый раз в жизни лучше бы сделал. Просто в пустоту. И вот увидим вот это пятна, это ржавчина, друзья. Потолок, конечно, выглядит просто ужасным, грязнющим. Это, ваше, друзья, безопасность. Тут вообще с потолком проблемы, его не смонтировали, смотрите. Прямо у кого-то в квартире они это все подкрашивали, да. И вот это, друзья, все открыто, все под напряжением, да. Ну вот это просто жесть какая-то. Ну вот какая-то здесь, знаете, друзья, разруха, согласитесь. Блин, а ща. Ниже этаж хоть не видно, уже хорошо. Какая подготовка. Нет света. В новом лифте. Не цыка, но миле. А здесь затирки не хватило, смотрите. Коля временно не работает. Здесь забыли почему-то в сданном доме. У меня есть ощущение, что это бушный шкаф с какого-то другого дома. Самое главное, друзья, сдать. Ну, по старой доброй традиции так и должно быть. И обратите внимание, что в сданном доме. Зато большое количество кондиционных люков. По мне это не очень удачное решение. Пробка стоять прямо со двора. Прекрасный забор с прекрасными подпорками. Потому что, полагаю, в часы пик дойти быстрее, чем доехать. С закрытыми дворами, колючей проволокой. Сразу видно, что это проект Мурина Спейс от СДС. Космоса здесь, друзья, много. Друзья, добрый день, я Андрей Артемов. И мы с вами находимся в Мурино, где застройщая компания ЦДС сдала еще в прошлом году свой проект, который называется, правильно, Мурино Спейс. Спейс в переводе с английского космический. Ну вот я смотрю пока на проекты и вижу, да, космоса здесь, друзья, много. Начиная от забора, вместо двора строительная площадка. И ощущение, что год прошел, а стройка до сих пор не завершена. И мы сейчас сами внимательно все пройдем. И, как обычно, посмотрим все своими глазами. Ну а вы обязательно поддержите меня пальцем вверх и подпиской на канал. Погнали! Я подготовился и зашел на сайт Министерства строительства Российской Федерации. Видим Мурино Спейс, видим, что специализированный застройщик Муринский Пассат-6, видим, что группа ЦДС и видим, когда, соответственно, сдан объект. Открываем с вами разрешение на строительство и видим, что объект когда сдан, друзья, 22 ноября 2023 года. Ну, прошло уже полгода с того момента, как застройщик сдал все свои дома вместе с паркингами. Если обратить внимание на сайт ЦДС, то мы с вами видим первое, что это масштабный урбанистический проект, транспортная доступность, квартиры для каждого, особый комфорт для родителей, сквозные, парадные, ну ничего себе парадные, прям как в царские времена. Мурино Спейс, метро Девяткино. До метро Девяткино от жилого комплекса 1 километр 700 метров. Пешочком у меня это займет минут 20-25 ходьбы. Давайте попробуем пройти пешком до станции метро Девяткино. Посмотрим, что у нас на пути и сколько у нас займет на это времени. Яндекс.Навигатор мне показывает 19 минут. Выходим вот в такую красоту. Кстати, у комплекса это вот ближайшие мусорные бачки, куда еще мусор можно выбротить, потому что в данном объекте почему-то нет самих баков, они отсутствуют. Хотя должны были сдать с баками, потому что по проекту есть расчет, какое количество мусора потребляет этот многоквартирный дом. И на это количество мусора есть, соответственно, количество мусорных баков. Но их здесь почему-то, друзья, нет. Также обращаю внимание, что вот здесь почему-то отсутствует у нас пешеходная зона. То есть никаких тротуаров в Тебе нет. Только напротив. Поверните налево на улицу шоссе. Да, ездят здесь автомобилисты трындец. Очень опасно переходить дорогу. Глядишь, задавят. Продолжайте движение. Смотрите, да, какая красота. Сразу видно, что это проект Морино Спейс от СДС. Только видно, они смогли так защитить своих жителей. Закрытыми дворами, колючей проволокой. Мне здесь, знаете, не хватает вышек, автоматчиков и, естественно, овчарок. Ну, а издалека так с мощного фасада вроде так ничего. А приближаешься, и видны сразу все изъяны. Обращаю внимание, что дорога здесь на выезд, она, соответственно, всего лишь две полосы. И полагаю, что в часы пик здесь все будет стоять в машинах. А кто уже ездил, обязательно напишите об этом в комментариях. Мы с вами, друзья, идем к метро, чтобы вы понимали, что кто думал о том, чтобы ходить пешком, что будет по пути следованию к метро и от метро. Обращаю внимание, что тротуар на два человека, если кто-то идет, девушка с коляской или мужчина с ребенком, надо обходить вот на газон, здесь видите, как все протоптано. По этой стороне это просто обочина, грязная, пыльная, в грязи после дождя. И вот вы идете. Тут такой лесок, тут такой лесок, промочка впереди и большое количество машин. Сегодня 12 июня, время у нас 13 часов 24 минуты. И вот здесь машин, наверное, 15 стояло у светофора, может быть, 20. Загорелся зеленый, и они поехали. И представляете, сколько в час пик здесь стоит автомобилей. Бешпешком, полагаю, дойти быстрее, чем доехать. А вот у нас, друзья, и электродепо северное от метрополитена, которое через дорогу от жилого комплекса Мурино-Спейс. Здесь у нас, друзья, тротуар сужается, но зато он появляется еще и напротив. То есть такой маленький на одного человека. Чтобы разойтись, нужно проходить бочком. Дорожечка здесь такая так себе, достаточно кривенькая, но зато вдоль такого частного сектора и большого количества зелени. Ну, а когда-то это была прекрасная деревушка, а в современной России разрослась Мурино, разрослось, место деревни стало городом. Где чего только нет. От частных домов до промок и высоток. Уважаемая администрация Мурино, ну, положите вы сюда брусчатку, либо асфальтик, как жителям с детьми в колясках здесь можно проезжать. И вот здесь тоже как. Почему это вот так сделано? Вы же все-таки город Мурино, а не деревня. А вот мы с вами и дошли до проекта от Банавы, который прямо рядом с метро. Пожалуй, это лучшее, что здесь есть. Ну, если верить Яндексу, еще порядка 7 минут, 610 метров, и мы с вами пришли к станции метро. Запоминайте дорогу. Все те, кто приобрел или думает здесь о покупке, приобретет квартиры. Будете здесь ходить, друзья, каждый день. Потому что, полагаю, в часы пик, дайте быстрее, чем доехать. Где строила Банава, все намного смотрится приличней. Есть и коммерция, и пункт выдачи. И детский садик. А даже в своем эконом-классе, который назвал комфорт, застройщик использовал в цоколе кирпич. А в Магнифике он использует пластиковую вагонку. Маленькая лента. И впереди мы видим такой, назовем это мини-рынок. И мы, друзья, практически с вами дошли уже до станции метро. Обзор вот этого проекта есть в моем канале. Ссылку оставил в описании к этому видео. Да, вот здесь большое количество сюда ходит людей, поэтому здесь и большое количество коммерции. Вот она, жидостанция Девяткино. Ой, вернее, жид, метро Девяткино. Значок метрополитена. Спускаемся с вами в переход. Вот здесь и будете ходить каждый день по рабочим дням и не только, чтобы куда-то уехать. А вот и вход в метод, друзья. Ну, мы можем посмотреть экологическое место, где единенность и тишина, идеальное сочетание с близостью к метро и к основным транспортным развязкам. Сейчас мы с вами все посмотрим. Вот как на рендерах застройщик показывается объект, деревья, зелень красивая, отсутствие строительного забора, безопасность, двор без машин, квартиры с отделкой и так далее. От застройщика однокомнатная квартира стоит с чистовой отделкой от 6 миллионов 600 тысяч рублей. На вторичном рынке пытаются продать аналогичные квартиры от 5 миллионов 700 тысяч рублей, что по нынешним временам пока лишь дорого. Но как только закончится льготная ипотека со ставкой 8% годовых, то я полагаю, что цены на вторичное жилье почти догонят новостройки. Как мы с вами видели, друзья, согласно данных от Министерства строительства Российской Федерации, застройщик еще в ноябре прошлого года получил разрешение на ввод в эксплуатацию, но вот мне, честно, как-то вот это очень непонятно, почему это все вот в таком виде, хотя это уже сдано как полгода назад. Обратите внимание, что по правой стороне вообще отсутствует нормальный тротуар, хотя бы как здесь. Вот он тут такой совсем маленький на одну коляску. Также мы видим везде по периметру идет вот такой строительный забор с выгоревшей рекламой от застройщика. Сегодня вот висят флаги России. Сегодня день России, 12 июня. Всероссийский праздник у всех. Сегодня практически, наверное, выходной. Но кто в госслужбе работает точно. И обратите внимание, что даже вот отсюда мы с вами видим, что вместо озеленения во дворе большое количество стройматериала. Также мы видим трехэтажную будку для сбора мусора, биотуалеты и все остальное. Вот у нас уже поворот направо. Сейчас мы с вами, друзья, туда и зайдем. Обратите внимание, что улица достаточно оживленная. Велосипедисты, самокатщицы, большое количество машин от легковых до грузовых. И я представляю, что здесь делается в час пик. Даже, наверное, можно сказать, творится огромный поток автомобилей и большая пробка, потому что выезд отсюда по светофору. Отсюда видно, что класс у зданий энергоэффективности Д. Класс Д, кстати, присваивают сталинским зданиям. Ну, представляете, да, при Сталины до Великой Отечественной войны или после надо аккуратнее быть на самокате. Вот они на электросамокатах гоняют, чуть не влепился в меня. Трындец, конечно. Очень надо быть аккуратным. Вообще, я считаю, что это нужно давно уже запретить. То, что люди не умеют ездить, и ездят еще пьяные. Так вот, до Великой Отечественной войны после строили сталинские дома по, получается, допотопным технологиям, и, соответственно, у них класс энергоэффективности Д. А это современное российское здание, новостройка. Проект согласован в 2018 году, но при этом почему-то достаточно низкий класс энергоэффективности. Конечно же, заезд в свой новый дом. Здесь уже начали выдавать людям ключи. По истечении практически полугода заезжать и видеть вот этот прекрасный забор с прекрасными подпорками. Это, наверное, один из высших пилотажей от застройщика. Вот эти конструкции из бетона, огрызки, можно, наверное, назвать так. Это, наверное, специально для того, чтобы здесь не парковались. Мы видим выезд. Да, вот здесь передают ключи. А здесь строительные площадки. Обратите внимание, какая здесь красота. А также обращаю ваше внимание, что при выезде из вашего совсем не нового жилого комплекса здесь нет ни светофора, ничего. Есть поток автомобилей. И вы будете здесь стоять и ждать, пока, соответственно, вас пропустят. И я полагаю, что когда заселится хотя бы 30%, будет пробка стоять прямо со двора. Начало осмотра. Что мы видим здесь? Мы здесь видим припаркованные машины. Ничего не разметили, соответственно, для парковки. Озеленение какое-то здесь частичное. Семян травы я здесь не вижу. Сорняки, камни, мусор я вижу. Здесь мы видим с вами аналогично, что травку посадили, но как-то она, знаете, такая еле-еле-еле повылазила. Коммерция. Ладно, они тут не закрыли. Это бог с ними. Но вот смотрите, вот качество фасада. Ну, вернее, не качество, а внешний вид. Здесь окрасили все вот эти потёги. Торчит труба. Здесь уже ржавая дверь. Помещение для сбора мусора. По мне, это не очень удачное решение для уважаемых и застройщиков. Пожарная лестница. Ну, конечно, чтобы вы не вышли, все сгорели, задохнулись, здесь вот повесили вот такой большой замок. О, кто-то нычечку сделал, что-то там в пакетике. Грязь, какая-то разруха. Здесь мы можем с вами видеть, что до конца почему-то фасад они не доделали. Вот эта сетка здесь торчит. Ну, как-то, знаете, всё такое неаккуратненькое. Первый подъезд. Обратите внимание, что указатель это вот здесь находится. И когда ты, получается, заезжаешь, ты вообще нифига не видишь, где это должно быть. То есть, что это первый, десятый или так далее. Здесь второй подъезд. Ну, по мне смотрится всё, знаете, как-то куца, недоделано, недостроено. И вот сейчас иду, ну, мне даже не верится, что в 11-го, что в ноябре прошлого года это всё сдали. Смотрим. Вот тут же всё торчит. Здесь, соответственно, тоже что-то не докрасили. С тема допуска визита одна из самых недорогих. Алюминиевые двери в какой-то грязи. Здесь, знаете, такое то ли прорезали, заделывали как-то стыки. Тут ещё наверху плёнка. Ну, в общем, по мне, конечно, как-то очень странно смотрится то, что они всё вот это сдали. Пожарная лестница плёночкой закрыли. Куски каких-то палетов торчат. Ну, и озеленение. Да, обращаю ваше внимание, что с озеленением здесь всё, на мой взгляд, печально. Зато большое количество канализационных люков. А этот вообще с землёй присыпали. Ну, так и по проекту и нужно. Так, вот у нас электричество, похоже, столб. Вот видите, свет загорелся. Так, камера, вернись. Вот они запитывают его. Камера всё стабилизировалась. Запитывают прямо вот оттуда. Скорее всего, с подвальной части. Видим мы адрес. Шоссе в Лаврике. Дом 51. Почему дом не на классной эффективности? Да, входная группа. Вместо того, чтобы это была входная группа, здесь, соответственно, вот так всё. Писали. Время проведения работ на корпусе. Запорчу штраф. Опять 50 тысяч рублей. Ну, ничего себе. Так, и вот там, конечно, всё в грязи. И до конца не видна отделка. Ну, тут видим, что сами рабочие ходили, потому что срезают. Я обращаю внимание, что, ну, мало того, что вот здесь вот такие куски асфальта почему-то отсутствуют, зачем-то они повытаскивали. И когда ты идёшь, вот, нужно тебе вот туда, ты вот так и будешь срезать. То есть нужно было вот здесь делать такие диагональные тропинки. Или делать это чуть позже. Но, к сожалению, здесь не судьба. Тоже видим такой красивый строительный забор. Это всё в соответствии с проекта. Здесь кто-то приготовил, наверное, себе для дачи поребрик. Парковка для автомобилей. И вот видно, 7 метров. А, ну да, здесь, наверное, как раз и будет 7 метров. Три места для парковки автомобилей инвалидов. Но почему-то по знаку парковка для инвалидов вот здесь. По разметке парковка инвалидов вот здесь. Ну, по мне, действительно странное очень решение. Но, наверное, знатоки смогут это всё, друзья, оценить. Видим за забором охрану. Видим вот урны. Вот для чего она вот здесь, честно, не особо-то понятна. Потому что, ну, она должна быть вот здесь. Вот здесь есть. Это, может, притащили откуда-то. Чувствую, сегодня польёт. Небо такое всё синее. Шоссе в Лаврике, 51. Энегроэффективность класс D. Ну, идём дальше с вами смотреть. Так, видно открытая дверь. Это у нас на лестницу. Здесь что мы с вами видим, друзья? Во-первых, здесь видно, что, обращая ваше внимание, отсутствуют ручки. Всё в грязи. Даже вот браться за дверь не хочется. Вот он идёт, фасад. Вот, обратите внимание, он заканчивается. Вот здесь стекла вода. И, похоже, стекла прям под соколю. Заходим. Здесь у нас вот такой большой амбарный замок. Обратите внимание, как классно сделать застройщик. Никаких саморезов, сколько их ног, ну, чтобы точно враг не прошёл. Штраф. И обратите внимание, что в данном доме. Грязь, разруха, разбитая плитка и куча мусора. Ну, так всё и должно быть. А, извините. Засохшая, высохшая обёртка от сосиски. Ну, естественно, по проекту у нас вот такие трещины, отсутствие штукатурки и всего на свете. Цоколь у нас, обращаю внимание, не из асфальта, а из брусчатки. Здесь цоколь у здания, ну, кривокосый из декоративного камня. Здесь они тоже ничего не отмыли. Через это грязное стекло даже не видно, что там есть кивы кривоустановленные. Тут тоже почему-то грязь. Здесь у нас тоже замок. На таких саморезах. Это у нас ламинат, который применяет здесь застройщик. Ламинированное напольное покрытие по ГОСТу. Дуб, граф. Европейская линия. Размеры. Класс непонятно какой. Ну, вроде так ничего смотрится, да? Начало осмотра. Мы видим здесь восьмой подъезд, нумерацию квартир, значок для инвалидов. Входная группа, ну, тут грязненькая, конечно, но все в уровне землей. Система допуска из недорогих визит. Заходим. Здесь у нас нет никакого приемка, чтобы можно было очистить ноги. Здесь мы видим плитку. Здесь мы видим вот такую распаечную коробку. Так и должно быть. Видно, что отмывали. Видно, что отмывали вот на высоту руки. То есть дальше не прошли. Не сняли, забыли снять колпачки защитные от датчиков. Почему-то все не очень сделано аккуратно, не знаю почему. Зато есть камера. Есть вот такой грязный, обратите внимание, датчик. Подъезд проходной. Парадный мне это не назвать. Смотрится здесь. В принципе, отделка сделана красиво. Темная плитка с белой затиркой, которая через какое-то время, где будут ходить, будет, соответственно, черная. Здесь мы, соответственно, с вами видим лифты. Мы видим грузопассажирский. Мы видим, соответственно, с вами пассажирский лифт. Мы видим, вот здесь уровненько у них сделано. Шрифты Бремеля, если не ошибаюсь, или Браймер, правильно называется, для людей с ограниченными возможностями. Тут плитка тоже смотрится красиво. Лифты неоти что-то другое похуже. Элтис. Или ЕМЛ. Ничего не написано. Здесь есть указатель, на каком, соответственно, этаже находится лифт. По ощущениям, что они до конца не работают. Здесь мы, соответственно, видим систему обогрева. Мы видим лишние отверстия. То есть они сделали, делали, не сделали. Вот здесь то же самое. Посмотрите, обратите внимание. Это у нас будка для... Коробка для... На случай ЧП, чтобы сотрудники МЧС могли связаться, соответственно, с лифтами. Но вот здесь, кстати, так как большое помещение, здесь большое остекление, то есть много света. Даже потолок смотрится красиво. Чем-то, знаете, напоминает советские, помню, времена были плиты из гипсокартона с такими же отверстиями. Ну, вот потолок смотрится прикольно. То есть здесь, знаете, еще не хватает. Не хватает немножечко углы вот эти все подтереть. И еще раз провести клинк до самого верха. Они как вот, где смогли, дотянулись, а дальше и так нормально пойдет. Даже лифт, вот видите, какие-то подтеки. Не знаю, почему было не пройтись тряпочкой и, соответственно, не отмыть. Плитка, кстати, похожа, что как будто с Леруа Мерлен. А здесь, возможно, что-то должно было быть, потому что под это сделали бы просто как для красоты. Здесь какой-то стенд, начало осмотра и выход, соответственно, во двор. Но это мы сделаем позже. А поднимаемся вот здесь сразу. Видите, что в квартиру попасть? Есть три ступеньки. Если вы живете на первом, и у вас есть дети, и коляска, придется это все затаскивать внутрь. Ступеньки-то не так-то много. Здесь почему-то все уже вот замято. Подкрашивали, закрасили. То, что не нужно было закрашивать. Ра-ра-рам. Открываем. Но по старой доброй традиции у ЦДС почему-то даже муфт переходных нет. Ну и, соответственно, рукавов для пожаротушения нет. Не дай бог пожар, не дай бог даст это давление, то будет все. Так, ну тут понятно, что это шоурум. Ой, еще два лифта, ну ничего себе. Или это эти же двухсторонние лифты? Да, лифты не вызываются. Скорее всего, это двухсторонние лифты. Так, сейчас посмотрим, как нам подняться выше. Потому что мы, в принципе, здесь все с вами посмотрели. И нам надо подняться, друзья, наверх. Видим, что управляющая компания прямо в квартире номер 654. То есть управляющая компания – это коммерческая организация, которая осуществляет коммерческую деятельность по обслуживанию многоквартирного дома. И она почему-то расположена в квартире. Полагаю, навряд ли застройщик 654-ю квартиру перевел в коммерческий объект. А как считаете вы? Напишите, друзья, в комментариях. Здесь мы с вами видим, что что-то было приклеено на клей. Но при этом здесь, кроме клея, ничего нет. Ну и системы допуском. Так, 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 так. 68 – это, похоже, наверное, здесь. О, смотрите. Вот это что такое? Почему вот эту створку двери не закрепили? Почему это вот так все? Ну и, естественно, замок выломан, потому что уже кто-то это дергал. Да, не будем доламывать. Молодец застройщик, что тут скажешь. Ну, вот здесь видна тропинка, потому что людям удобно вот так ходить. Ох, похоже, сейчас, друзья, польет. Прекрасный вид, кстати, во двор. Прекрасный забор. Все по проекту. Площадка для выброса мусора без, соответственно, контейнеров. Одни площадки вот здесь почему-то для инвалидов, для стоянки. Такое ощущение, что это дом, наверное, для инвалидов. Почему столько мест, много непонятно. Это по проекту декоративные элементы. Ну, если вдруг, знаете, детям нужно поиграть, спортом можете позаниматься, поджиматься, то вот они вот здесь есть. А для того, чтобы пройти во двор, здесь у нас вот тоже вот такую конструкцию почему-то придумали. Вот смотрите. Вот так это все работает. По мне очень странно. Ох, дождик, надо быстренько в подъезд прятаться. Так, 10-й подъезд. Ох ты, смотрите, друзья. А вот здесь почему-то есть приямочек. И вот здесь можно вот так уже ноги вытереть. Плиточка. Вот если бы все реально отмывали, то смотрелось бы намного лучше. Чтобы не было вот таких коробов. Но с другой стороны у ЦДС даже лучше пусть будет короб, чем торчащие провода. Короб нужно было черного цвета тоже взять. Красиво смотрится подсветка. Плитка напоминает чем-то плитку, как у застройщика ПИК. Плитка по мне смотрится красиво. Здесь мы, соответственно, видим тоже большой алюминиевую дверь. И проходим в большой холл. Здесь уже другая отделка на потолке. Если там была большая перфорация, то здесь она, видите, такая мелкая-мелкая-мелкая. Ох, какой ветерок пошел. Здесь мы видим аналогичную входную группу. Видно, бракованное стекло или еще что-то непонятное. Значки лифты. Так, грузопассажирский, похоже, только работает. Почтовые ящики. Скотч тоже по проекту. Спам не написали. Ящики, кстати, такие непростые, смотрятся красиво. Кабель слаботочки. Вот он, смотрите, куда-то пошел. Вот что-то здесь должны были запитать, что-то доделать, все не доделали. А, это герметиком наляпали, понятно. Здесь почтовые ящики белого цвета. То есть обратите внимание, что здесь хотя бы подумали. Вот выход есть на улицу, и, соответственно, заходишь, они белого цвета, так глаза не бросаются. А вот здесь они такие более яркие. И по мне смотрятся, ну, смотрятся красиво, да? Согласитесь. Ящики прикольные почтовые. Ну-ка. Клеймомент пахнет. Здесь у нас пожарная сигнализация. Табличка лестница. Показалось, что стоит. Так, так, так. Тоже три ступеньки. Здесь нет, как в том подъезде. Вот, для обслуживания. Нет, соответственно, пожарных ящиков для пожаротушения. Первый этаж. Обычный недорогой потолок. Заглушки, колпачки на пожарных датчиках стоят. Соответственно, вот здесь, вот здесь, друзья, должны быть. Вот муфты есть. Второй муфты переходника нет. Ну, и, соответственно, самих пожарных рукавов здесь нет. Здесь, соответственно, нет тоже. Ну, зато сдали. Самое главное, друзья, сдать. Мы же все подождем, когда застройщик сюда делает, достроит новый дом и так далее. Да, как вы пишете всегда в комментариях. Наличник так прилично замят. Здесь какой-то стройматериал дополнительный. Здесь мы видим электрощитовая. Все вот в таком виде. Трубы, по которым проходит кабель, обратите внимание, он весь уже заржавел. Внизу тут есть грязь. Это все надо, естественно, убирать. Либо это вы сами, либо в управляющую компанию обращаетесь, или к застройщику. Здесь счетчики на воду. Как-то интересненько у них тут сделано. Большие двери, все в грязи. Два замка, двери из недорогих. Обычно их никто не меняет. Смысла никакого нет. Ну, давайте попробуем на грузопассажирском лифте подняться на самый верх. И посмотреть, что там здесь, кстати, прикольно. А, это, подождите, между гипсокартоном, что ли, поставили вот такое нащелье, для того, чтобы трещин не было видно. Безопасная зона МГМ, куда нужно прятаться в случае ЧП. Здесь обращаем внимание, что потолок синего цвета. Это, кстати, интересно смотрится, но он почему-то и направляющий потолок грязный. Как я это называю, забрало, смонтировано хорошо, но саморезики можно было в цвет сделать, ну, естественно, подкрасить. У нас с вами грузопассажирский лифт. ЦДС строим для жизни. 17 этаж. Сэшелзе лифт. А, ну да, такие ЦДС же везде ставят. Лифт расположен вот так. Он двухсторонний. То есть удобно, когда двухсторонний лифт, но если бы он был вот так расположен, то, естественно, длинномерные предметы, и крупногабаритные, удобнее, как я всегда вам рассказываю, объясняю, сюда затаскивают. Никакого тебе добра пожаловать домой, зато вот какая-то непонятная конструкция для, видно, шпаклевки или сдирания, чего-то там. Смотрится как такой полустроительный вагончик. Это, понятно, делает обивку для того, чтобы строитель, когда это мебельщики все таскают, чтобы не побили отделку лифтов. Ну, хотя бы, не знаю, белой красочкой бы, что ли, покрасили, смотрелось бы намного симпатичнее, чем, соответственно, есть на данный момент. Едет, кстати, лифт быстро, лифтовую кабину не колбасит, но почему-то в лифтовой шахте тут периодически горит свет. 17 этаж. Симсим, откросьте, выходим, видим 17 этаж, квартиры какие расположены, тут даже менее ничего так сделано. Ну, вот потолок, обращаю внимание, смотрите, вот здесь по цвету отличается, они что-то подкрашивали лестницы. Ох, какой дождик хороший пошел. Закрытый на замочек. Ого, ого. Хорошо так и льет. Да, на крыше все как обычно, провода, все остальное, дождь такой хороший идет, даже неожиданно, что-то ничего такого не предвещало. Вроде по прогнозу не было, а может и было. Ну, вот смотрите, да, тоже. Здесь у нас шкаф одного цвета, здесь шкаф другого цвета. Вот обращаю ваше внимание на вот это все. Ну, нет ощущения, что это новый шкаф. У меня есть ощущение, что это бушный шкаф с какого-то другого дома. И вот это что такое? Это монтажная пена, что у вас тут случилось? Здесь аналогично с цветами шкафа. Почему-то не смогли сделать все серое, вот не понимаем почему. Здесь у нас можно зайти, соответственно, в межквартирный коридор. Здесь у нас какое-то оборудование от застройщика стоит. Здесь забыли почему-то в сданном домище в ноябре прошлого года смонтировать вот эти дверцы на двухслойный гипсокартон. Забыли снять с датчиков пожарных колпачки. Ну, это уже по нормальным традициям от СДС. Ну, да. Что цветной город, ой, не цветной город, что город первых, ну, все очень-очень похоже. Ну, понятно, да, что вот идешь, почему-то свет не включается, то ли перегорел, то ли еще что-то. Кстати, пожарный кран. Ну, кран-то есть, муфта есть, где рукава нет, но зато есть краска, кисточка и все такое. Кто-то себе припрятал, либо оставил на потопке. Вот как выглядит датчик. В современном многоквартирном доме у него заглушка. Ну, хотя бы в зуме работает, возможно, что-то и даже работает. А здесь уже опечатали. Очень-очень специфически все. Ну, а так идешь, вот смотрите, было бы все отметил, было бы прилично, потому что белый обычный коридор, достаточно широкий, уступов практически нет, есть ограничители, есть, соответственно, нумерация квартиры, отсутствуют звонки, возможно, им выдают, и жители будут сами вешать, или, возможно, покупать за свой счет. Здесь у нас для обслуживания, чтобы выходил воздух, вот, ставится не из дешевых. Забыл, как называется, друзья, напишите в комментарии. Трубоканализационная обычная, здесь тепло-шумоизоляция есть, внутри пыли-грязь, ну, хотя бы, как в городе первых, перекрытие не упало вниз, как это было в моем одном из видео. Еще одна проходка обвалилась, да? Тут ломается труба. В монолитном перекрытии рухнуло, друзья, вниз. Вот это что такое? Я на это смотрю, я в шоке. Написано на трех дольщиков заявление в полицию. Давайте свыдевим с вами на лестничный марш. Посмотрим, что на лестничном марше. Хорошая граждающая конструкция, даже окрашена, ну, так более-менее, но почему-то не отмыта. Лестничный марш тоже с бетонного завода. Все, дождь прошел. Сейчас в дворик зайдем, посмотрим. Можно подняться, друзья, наверх, посмотреть, что у нас наверху. Наверху у нас выход на кровлю. Отделка здесь, вот шкурка, я уже теперь это называю. Выход на кровлю. Тут дверь закрыта, ну, ничего себе. И, в принципе, даже здесь есть отделка, но не хватает, друзья, для меня, чтобы здесь застройщик провел хороший клиник. Отсюда мы спустимся вниз и пойдем посмотрим какой-нибудь следующий. Ох, лифт поехал. Пойдем пешком, значит. Пешочком. У нас всего лишь 17 этаж, поэтому спустимся, полагаю, достаточно быстро. Так, второй у нас этаж. Есть датчик на движение, загорается, соответственно, освещение. Стало прохладно, прошел такой хороший дождик. Есть везде видеокамера, есть везде вот грязь, уже ржавчина. Небольшой дождь. Пройдем давайте в соседний подъезд. И обратите внимание на двор. Ну, вот реально, типа, знаете, как все остальные проекты у застройщиков, все очень-очень похоже. Они его просто масштабируют. Дворовая территория достаточно большая, но из-за того, что это П-образная форма, знаете, нет такого простора и пространства. Конечно, застройщик все экономит. Тут скрасили фасад, все в краске. Так, в приямках ничего не видно. Ну, нет ощущения нового сданного дома, которому уже полгода. А есть ощущение, что еще идет какая-то стройка, либо это строители куда-то убежали. Пожарная лестница. Трындец, конечно. Помещение для сбора мусора. Еще одна входная группа. Здесь у нас по старым добрым традициям МЦДС, смотрите, ну, что-то у них здесь пошло не так. Видите, тут решили, то ли это сломали, то ли не доделали. Вот она, слаботочка. Не знаю, под напряжением или нет. Ну, вот так это все выглядит. Так и должно быть в современном, соответственно, доме. Ну, спасибо, что есть место, где можно вытереть ноги. Вот такая, друзья, красивая подсветка. А здесь заходим, видим здесь лючок. Здесь мы видим 11-й подъезд и нумерацию квартир. Мы видим с вами лифтовой холл. Ну, и в добрых традициях, похоже, кто-то был пьян. И смотрите, как я все поставил наискосок. Уважаемые собственники дома, створки дверей лифта расположены в холле, временно не работают. Вход в кабинный лифт отсутствует с квартирной площадки первого этажа. Ука Мурина Северная. Ну, блин, ребят, ну, красота. Красота. Только сдали дом, полгода еще, ну, полгода прошло, и уже вот такая разруха. Уже лифт не работает. Ну, вот смотрите, тоже вот кабель-канал. А здесь, ну, как, вот лень было сделать, знаете, вот такую лесенку. Ну, вот так нормально. А вот тут что-то снизу какие-то дырки. Ну, в общем, я, честно говоря, в шоке. Хотя, в принципе, смотрится неплохо. Вот это смотрится неплохо. Надо только все отмывать и делать красиво. Да. Ну, вот почему скотч не снять? Ну, вообще, вот так раз его и сняли. Ну, почему это кто-то должен за вас сделать? Вход наверх. Здесь такое ощущение, да, вот он поручень, а здесь ощущение, что должна такая штука подниматься, чтобы можно было поднять инвалидное кресло. Есть колясочная. Вот такой значок в стиле ЦДС. достаточно большая колясочная, но на 17 этажей, и я полагаю, ее на всех, конечно, не хватит. Но, естественно, хотелось, чтобы дом был новый. Почему вот вы ставите бушные элементы, я не понимаю. Ну, вот здесь аналогично, смотрите, вот он, вот он, все вот. А здесь затирки не хватило, смотрите, просто не хватило затирки. И здесь затирки нет, и здесь затирки, и здесь, друзья, затирки нет. О, здесь уже появилось, а здесь ее снова нет. И вот интересно, когда с гостроинадзора сюда приходили, чтобы принимать этот дом, это вот в проекте, вот так сюда вот эти, вот эта дырка, вот то, что затирка отсутствует. Наверное, так и было, раз этот дом приняли в эксплуатацию еще в прошлом году, напомню, в ноябре. А здесь плитка, здесь какой-то мусор, это отопление, держится крепко, есть труба, непонятно для чего. Ну, там можно, знаете, проломить, если что, выйти туда, к примеру. Да. Ну, да, смотрите, красота, красота. Это высший уровень, полагаю. Поднимаемся у нас, здесь с вами первый этаж, здесь большое количество ступеней. Ну, вот, знаете, все бы хорошо, но вот когда вы подрезаете, как-то это ровнее делать. Тут уже все отколото, плитка отколота, ну, как-то смоется уже ужасно. Вот здесь почему нельзя было, подрезку красиво сделать. Ну, ну, грязь. Тут не хватает шпаклевочки. Здесь почему-то все открыто. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему все открыто? Что здесь? А, я не знаю, почему здесь все открыто. Приемка проходит, постоянно открывает. Кто? Тебе снимаете? Здесь у нас выход, соответственно, уже в лифтовой холл. Здесь обращаем внимание, что уплотнитель куда-то ушел. Его вот так надо нормально приклеивать. Давайте поможем застройщику управляющей компании. Да. Ну, колевой состав уже плохо держит. Да. Вызываем лифт. Пока он подъезжает, обращаем внимание, что вот все по проекту. Мусор. Потолки какие-то сломаны. Почему-то пленка на камере осталась. Даже непонятно, работает ли она. Нет. Ну, зато, кстати, забрало по периметру, смонтировано хорошо, но все в грязи. И на вот таких саморезах. Цвет сделать было не судьба. И, кстати, да, вот на первом этаже есть указатель, на каком этаже находится лифт. Здесь уже этажность нет. Сэкономили. А здесь у нас в лифте нет света. Ай да молодцы. Красота. Новый сданный дом. 17 этаж. Друзья, это не просто сломался ваш дисплей, а просто здесь нет света. Нет света в новом лифте. Спасибо вам, уважаемые застройщики. Мои руки даже не видно. Едем. 17 этаж. 16. Едет, кстати, медленно. Музыка такая бесячая, зацикленная. Знаете, какая-то 2-3 секунды, и они повторяются постоянно. Сим-Сим, откройся. Мне с пешком пойду. Стрёмно тут у них. 17 этаж, нумерация квартиры. Ну, вот всё в грязи здесь, обращаю ваше внимание. Здесь какие-то куски. Что это у нас? Плитка? А, нет. А, это у нас значки, где и чего. Ну, вот по старой доброй традиции разнотон. Куча мусора почему-то здесь не хватило. Затирки здесь не хватило, здесь не хватило. Но, видно, затирка очень дорогая. Зато вот швабры есть, мусор есть. Да, но вот здесь почему-то даже плитки не хватило. Ох, какое проектное решение. Ну, это просто лучшее. Здесь нет забрала, есть клапан, хотя бы он закрыт. А, вот сверху тоже белой краски и шпаклёвки не хватило. Давайте сейчас здесь посыпем. А, нет, сюда мы же всё равно будем выходить посыпем. Ну, вот смотрите сами, друзья, да, вот какая чистота, какая подготовка застройщика к тому, чтобы выдавать ключи для своих жителей. Здесь мы уже видим протечку. Здесь мы видим, что почему-то тоже не хватило кусочечка. Ну-ка. Ниже этаж хоть не видно, уже хорошо. Ну, вот здесь тоже лючков нет. Здесь всё в этом, в малярном скотче. Что у нас тут? Здесь у нас, ну, понятно, да, ничего нету. Здесь лючка тоже нету. Где эти лючки ЦДС? Непонятно. Зато всё вот открыто, можно открыть, посмотреть, пощупать и понять. Ну, спасибо, хотя бы здесь двухслойный гипсокартон. Это крепко, надёжно. Здесь у нас коллекторное натопление. Ну, хотя бы тут кран есть, потому что, помню, в этом, в городе первых его не было. Грязь, конечно. Ну, здесь тоже, вот смотрите, вот он, вот идёт труба. Это труба, которая подаёт воду под давлением для пожаротушения. Есть стакан, вот он металлический. И должно быть всё зачеканено для того, чтобы при ЧП, например, там огонь или, соответственно, дым сюда не проходил. там ничего нет. Вот это наискосок стоит. Это ровно. Есть, соответственно, к чему это всё подключить, но к чему подключать, этого нет. То есть, умного дома здесь не будет. И беспроводной передачи, соответственно, показаний. подходим сюда. И здесь уже почему-то свет не работает. Видно, это такое проектное решение для экономии электричества, чтобы жители за УДН меньше платили. Ну, вот какая-то здесь, знаете, друзья, разруха, согласитесь. Блин, сейчас, что это такое? Вот это позор какой-то, просто позор. Ну-ка, здесь чего у нас там? У меня просто нет слов, как вот так можно передавать ключи. Здесь сразу, смотрите, высота потолка здоровая, высоченная, датчики, колпачки не сняли, потом всё закроют, их и никто и не снимет. Здесь вот всё, знаете, неказистенько, достаточно неказистенько сделано. Лестничный марш. Остатки, стройматериалов, оставки мусора, направляющие, аналогичная конструкция. Ну, вот видите, соответственно, приварили, а почему красочкой не окрасили? Так всё и оставили. Тут у нас лестница есть, ну, вдруг кому-то нужна на дачу там забрать или лампочку зайти поменять. Хоть дверь закрыта, уже молодцы. Пойдёмте спустимся вниз, дождь вроде закончился, чуть не упал, и можно, соответственно, прогуляться, посмотреть всё остальное, попробовать пройти в подвалы. Это очень интересно, потому что в подвалах находятся инженерные системы. Инженерные системы стоят дорого, и при плохом монтаже будут постоянно требовать денег. окна открыты, мы здесь видим козлик, видим, что открыт потолок, вон, видите, они подштукатуривали и прямо с кабелем для слаботочки. Так и должно быть. Всё в лучших традициях. Что тут с дверью, смотрите, такое ощущение, что ржавчина уже изнутри пошла. Ну, кому перчатки нужны, герметик. И вот это, друзья, всё открыто, всё под напряжением, да? Ну, вот это просто жесть какая-то. Просто жесть. Фу, запах какой-то здесь противный. Вот здесь тоже элементов не хватает. На краны не открывать. Даже дверцу не хочется открывать. Вот такая новостроечка. Ладно, пойдём ниже, посмотрим, что там ниже будет. Никогда не понимал и не пойму, как можно получить разрешение на ввод в эксплуатацию. И ты приходишь, больше полгода прошло, и вот всё в таком состоянии. Вот, смотрите, тут квартирка открыта. Давайте. А здесь, вон, видите, уже кабель канала, кусочка не хватает. Ток-ток, есть кто живой? Здравствуйте. Мы зайдём с вашего разрешения. Похоже на студию. Большая прихожая. Сюда встанет шкаф. Автоматы. Всё подписано. Кабель с лоботочкой. Это домофон, не знаю, или ещё что-то. Это, наверное, звонок или роутер. Квартира с отделкой. Тут кабель висит. Электрополотинце-сушитель. Розетка для стиралки. Розетка ещё для чего-то. Здесь душевой поддон. Который никак не закреплён. То есть, вот он. Вы это должны ещё сами делать и герметиком проходить. Тут почему-то элементов не хватает. Лилейки ничего нет. Тут грязище всё. Ну, блин, трубы вот так торчат. Конечно, это очень некрасиво смотрится. Но зато есть подключение для стиральной машинки. Обои под окраску. Белый потолок. Обычные белые двери. А, вот они, плитку. Они здесь её красили, что ли? Слушайте, походу. Да, они здесь подкрашивали, друзья, смейте. Прямо у кого-то в квартире они это всё подкрашивали. Да, это студия. Причём, кстати, студия достаточно небольшая. Но даже здесь всё можно красиво обыграть и сдавать в аренду. Лоджия от застройщика. Ну, тут тихо и ужас, я, наверное, это назову. Господи, смейте, он всё просто... Это, ну, пока отмоешь, офигеешь. Река Ухта зато отсюда видна. Вид, конечно, отсюда прикольный. Потому что расстояние до следующего дома далеко. Плюс, соответственно, большое количество зелени. Ну, и речка. Речка – это тоже приятно. Вон, Пиковский проект мы видим впереди. Кто знает, как называется, кто помнит или знает, как называется, напишите в комментарии. И сколько там стоят квартиры. А, и, кстати, здесь второе окно. Ламинат, конечно, весь уделан и замучаешься всё это, убиравши. Надеюсь, они передают скринингом. Здесь, видно, тоже они подкрашивали плитки. Что-то там с плиточкой-то у них пошло не так. Тут всё обычно, друзья, всё обычно. Тут разнотон по затирке. Местами вот тут её почему-то нет. Да, впечатления, друзья, к сожалению, не положительные у меня. Пишите в комментариях, как у вас впечатления от этой сданной новостройки. В начале видео я вам показал, что действительно сдали. Застройщик получил разрешение на вот эту эксплуатацию. И вот это вот так всё выглядит. Новый, новый дом. Да, вот только представьте, что вы приходите за своим новым автомобилем, а он с какими-то старыми колёсами, с отсутствием каких-то декоративных элементов, молдингов, с разбитым ветровым стеклом, без заднего бампера. И говорит, вот всё, друг, забирай. А ты говоришь, блин, это что такое? Он говорит, твой новый автомобиль. Мы же его только получили, его только производитель сделал. Приезжай через год. Приходи, мы тебе всё доделаем. Вот так же и новостройки. Вот, смотрите, от опалок элементы, плитка. То есть вот они, знаете, вот только-только начинают что-то делать. Уплотнитель тоже вот уходит отсюда. А здесь какой-то, что это у нас, светильники? А, это у нас потолки. Тринадцатый этаж. Ручка в малярном скотче. А тут вообще с потолком проблемы, его не смонтировали, смотрите. Главное сдать. А смонтируем его потом. Вот так всё по проекту. То есть открывает Госкомиссия проект, смотри, да, здесь плитка вот, здесь светильник здесь, а больше плитки нет. Всё, принимаем, молодцы. Кабель-канал, это что-то с него... А, это плёнка защитная, она куда-то ушла. И, конечно, вот, ну, не знаю. Я не понимаю, почему вот так себе можно позволить сдавать и передавать квартиры. Я не понимаю. И, наверное, никогда не пойму. Но его тоже. Это, ваше, друзья, безопасность. Ну-ка, зумер. Зумер не работает. Сами понимаете, чем это чревато. А кто не понимает, позвоните в МЧС, вам расскажут, что будет, если не работает система пожаротушения. Перемычки подварили, молодцы. А краситель забыли, не молодцы. А то дождик прошёл, хоть попрохладнее стало. Тут какой-то капец был. Стеклопакеты уже, похоже, меняют. Ничего, у нас тут то же самое. Всё, 12-й этаж. У нас потолком просто капец какой-то. Такой разнотон. Вот хотя бы сверху потолок есть. О, что это? Так. Зумер работает, тут работает. Да, странно. Там не работает, тут работает. Тут белая затирка, чёрная затирка, серая затирка, нет затирки. Бордюр окрасили тоже в синий. А, нормально, всё. Мы же сдали. Нафига нам что-то дальше делать? Клининга здесь вообще просто не было на лестничном марше. Грязище, конечно, несусветное. Уплотнитель, знаете, мне такое ощущение, что его то ли они сами снимают, то ли они его клеют, забыв обеспылить поверхность, поэтому всё отваливается. Да, потолок, конечно, выглядит просто ужасно, грязнющий и разнотон. Такого, конечно, не должно быть, но видно, это всё в проекте, раз эту новостройку сдали. Сюда я приехал, потому что мне очень много писали подписчики, чтобы я приехал, осветил, как застройщик сдал эту красоту. Да, понятно, табличка просто отвалилась. Поэтому вы тоже можете писать в комментариях к этому видео, к другим моим видео, какой проект вы хотите, чтобы я обозревал в будущем на своём канале. Тут стекла нет, есть зато направляющие. Прямо так и пишите, Андрей Артёмов, покажите, пожалуйста, такой-то жилой комплекс. Ну-ка, открывается тут или тоже всё? Тут открывается. Настраивать надо. Ну вот, обращаю внимание на площадку. Площадка достаточно большая. Въезд, соответственно, в паркинг. В паркинге официально 20 мест. Везде строительный забор. То есть, ну вот, всё сдали. А, видите, здесь забор, там что-то копошатся. Небольшие деревца. Небольшие, но они есть. Что у нас тут ещё? Ну, скудно как-то, согласитесь. Двор смотрится очень скудно. При этом, ну вот, на все вот эти там, почти 80% студии однушек по квартирографии, здесь вот две качельки, четыре качельки, гнездо. Ну вот, как-то очень мало, мне кажется, этого всего для вот такого огромного количества, соответственно, жителей. тут мусор. Вот тут ещё одна половинка. Это табличка, видно, 11 этажа была. Тут какие-то вёдра, тут моют, похоже, да, отмывают. Окна открыты. Вот тоже, смотрите на потолок. Как вам? Видите, как цвет сильно отличается? Такое дизайнерское решение, наверное, да? Устаревание потолка. Есть такая штука, называется патин. Это делают под старину, а здесь, видно, потолок сделали под патином. Ну вот тут что-то жёлтое. Это то ли средство какое-то, то ли, не знаю, написал кто-то. Ну, всё аналогично. Всё аналогично. Колпачки, мусор, грязь, разруха какая-то. Блин, ну вот, не знаю. Просто, знаете, вообще нет слов. Реально нет слов. Фасадик такой кривоватый, особенно это вечером видно, когда, не дай бог, включают подсветку. Как это всё ровно сделано. Потому что, если делаешь подсветку, то фасад, я считаю, должен быть из кирпича, чтобы это ровно хотя бы смотрелось. Либо нужно делать ровные стены для того, чтобы из-за прилавнения света не было видно убожество неровного фасада, не такими морскими волнами. Как можно выдавать ключи, как можно, я не понимаю, здесь принимать квартиры, когда здесь просто какой-то тихий ужас по мне. Вот тут кисточку почистили. Молодцы. Четвёртый этаж. Спасибо, хотя бы есть указатели. Ну вот спустился первый этаж, а есть видеонаблюдение, есть разум, туда очи, потому что, видно, замучились ходить, всё на распашку, стекла нет, какая-то грязь. через, знаете, вот они штукатурили вместе с этим металлической трубой, и вот увидим, вот это пятна, это ржавчина, друзья. Это вот так по проекту. А здесь тоже нет стекла, кусок фанеры. По брусчатке, видно, как она ровно уложена застройщикам. Видим прекрасное зеленение. Очень, конечно, всё это специфически смотрится. Фасад тоже, вот видно, что он кривой, косой весь. То есть, не было возможности сделать его там как-то ровным, постараться. Сделали всё вот так достаточно криво. Ёлочка, знаете, уже лапки опустила, бедняжка. Воды, может, ей не хватает или почвы не там. Вот ворота, да, чтобы сюда проезжали. Почему-то здесь нет подводки электричества для того, чтобы они открывались автоматически. Вот, не дай бог, надо кому-то заехать. Вот это что такое? Вот это куда идёт? Просто в пустоту. Смотрите, и здесь, и здесь. В пустоту. То есть, надо было, чтобы они были ниже, ну, смонтировали так. Здесь вот у нас вот такой замок, ржавая цепь. Чтобы точно не скорая, ни пожарные, ни МЧС не заехали. Зато здесь всё открыто. Кустики. А вот здесь видим воду. Шикарно всё сделано. Как она по вот этому камню вниз течёт. Спуск в паркинг. Вот здесь систему допуска, видите, закрыли. Здесь вот удлинитель оставили. чтобы, наверное, кто-то мог к чему-то подключить. А, паркинг, кстати, он там вообще забит, закрыт наглухо. Давайте с этой стороны посмотрим. Вот видите, всё проветривается. Наверное, специально сделано. Или, может, это сейчас то, что дождь прошёл. А, ну вот, да, дождь прошёл, вот видно, вот косой вот сюда, а там что-то так. Ну, так себе. Тут какие-то всё ржавчины. Да, дырки, бутылки, мусор, грязь. Какие-то круги лежат использованные. Вот смотрите на фасад. Прекрасно, прекрасно. Под отливами видна монтажная пена. Здесь, видите, для табличку пожар подключили немножечко наискосок. Так и должно быть. Плёнка болтается. Ну, в смысле, на качество штукатурных работ. Я бы то, наверное, первого жизни лучше бы сделал. Вот тут светильник. Видите, провод штробили. Видно, что-то не так пошло. Тут всё в грязи. Закрыто. Вид, конечно, так себе. Ох, кошмар какой. Галерики, откройте, пожалуйста, задний ход. Так. Так, 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 друзья. Ну что, смотрите. На данный момент в данном доме, напомню, в ноябре 2023 года здесь вообще нет ничего. То есть, где-то, куда-то что-то сходить, приобрести. Это надо ходить в соседние дома. Здесь понятно, что в первую очередь появится пункт выдачи. Какой-нибудь, возможно, маленький магазинчик, красное и белое, пивточка, шаурма. Ох, кстати, вот на выходе нет вот такой пластинки сверху, как, пример, я помню, в ЛСТ в проекте видел Вьянина. Есть доводчик, который почему-то не доводчик. Он уже сломан. Требует заявок по гарантии. Прекраснейший забор, прекраснейший асфальт, прекраснейшее озеленение. Дворовая территория просто шедевральна. Забор защищает от ветра, от снега, от пыли, от грязи. Вот так выглядит паркинг, который, согласно разрешению на вот в эксплуатацию, имеет 20 парковочных мест. Ну-ка, ну что там, друзья, видно что-то, нет? посмотрите. Я просто, мне не видно очень высоко. Пишите в комментариях, что вы там видите. Для сотрудников МЧС, чтобы могли воды набрать. Вот издалека и на рендерах фасад смотрится ну неплохо. Но вживую, конечно, все выглядит по-другому. Тоже знак, не знаю, застройщик ставил или не застройщик, почему ржавая труба. Почему не было ни почистить, ни покрасить. Брусчаточка. Травки подкидали, пару кустиков торчит. Люки в добрых традициях вот так углубили, чтобы их не было заметно. Это же такое стратегически важный объект, канализационный люк. Вот это какая-то странная система, я вот таких еще не видел. Непонятно, что это такое. А, это ЧС откручивает и там подключается. Она очень интересная. Тут у нас из люка торчит кабель. У меня, честно говоря, нет слов от увиденного, от этого прекрасного и ровного фасада. Так, наверное, мог сделать лучший застройщик ЦДС. Вон, обратите внимание, что уже люк умирает. Даже чугун отсюда хочет убежать. Ну, его так и городили. Вбили какие-то уголки и натянули ленточку. Молодцы. Да, новых жильцов здесь застройщик встречает прекрасным строительным кривым забором, красивым ровным фасадом. Смотрите, как он переливается на солнышке. Как и видно, все вот это качество, качество. Вы только посмотрите, друзья, на цветном-то это еще лучше видно. Решения просто фантастические. Лучший проект. Проект, наверное, десятилетия. Значит, ага, а куска стекла не хватило или дырка была. Ну, вот видите, вот как они это сделали. И вот непонятно, вот сверху только можно помыть. Ну, очень тоненько. Это тоже проводок куда-то пошел. Видите, туда-туда-туда что-то они здесь подпитывают. А, здесь уже отмазка из любимого нами асфальта. Надеюсь, ничего не провалится у застройщика. Для мусора тележки. Так, здесь я уже был. Едешь ты такой с ребенком на коляске надо объезжать, потому что здесь кто-то вот решил вытащить кусок асфальта и не заделать. И здесь аналогично. Почему? Потому что такое ощущение, что они что-то кабель забыли проложить. И вот так, к сожалению, здесь во всему. Сейчас вы видите на своих кадрах проектное решение застройщика вот такие красивые квадратики на некоторых этажах. А на рендерах они были или нет? Напишите в комментарии. А мы с вами посмотрели вот эти здания застройщика и теперь посмотрим вот это. Здесь есть спуск в паркинг подземный. Вот этот для пешеходов. Так вы знаете, здесь запах как в метрополитене, следы влаги, большое количество грязи. Здесь нет ощущения, что это все сдано. Вообще никакого. Закрыто. к сожалению сюда не попасть. Но воды конечно здесь. Ну вот видите, вода стоит, подтекает туда, но насос погружной должен отсасывать воду, но здесь насоса полагаю нет, потому что ничего не подключено. Ворота. Нет слов конечно, как это можно вот так все сдать было. Вот это тоже. И вот это. внешний вид конечно точно с данного дома. Киф просто утонул в стене. Провода куда-то там идут. Обходная группа вся в унитазах. Так и должно быть. Тут какая-то грязище везде. Дверь закрыта. Диспетчерская. Ну ничего себе. Специалисты управляющей компании. То есть да, вот в данном доме они уже сидят, но дом конечно до сданного на мой взгляд ему очень и очень далеко. И странно, почему в данном доме все закрыто. Вот смотрим, входная группа. А где система допуска? Ее здесь просто нет. Чтобы сюда пройти соответственно что нужно? Просто открыть дверь. Но обратите внимание по периметру как вот тут сделано все по красоте. Принимайте правильные и взвешенные решения при выборе недвижимости. А лучше обратитесь к специалисту. Нужна помощь с подбором недвижимости или ее продажей. Обращайтесь. Мои контакты в описании к этому рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами как обычно не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. подпишитесь. 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 Продолжение следует...